Самария Самария, еще не разгар лета, но уже чувствуется его приближение. И в Израиле каждая капля воды на вес золота. В буквальном смысле слова на вес золота. Иисус отправляется из Иерусалима на север. Самый кратчайший путь из Иерусалима на север лежит через Самарию. И хотя это не самый безопасный путь, это самый короткий путь. Надо идти три дня и три ночи. Может быть короткие ночи, когда спутники отдыхают, но тем не менее это самый короткий путь. Естественно не было дорог, естественно не было машин. И вода, которая, как я сказал, на вес золота, могла быть только в таких колодцах, которые здесь и там, на достаточно большом расстоянии друг от друга. Были в Израиле, были люди, которые специально копали колодцы, и это была их профессия. Причем очень хорошо оплачиваемая профессия. И вот Иисус приходит в Самарию и подходит к одному из таких колодцев. Он встречает возле него женщину, и между ними начинается разговор. Приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Яковом сыну своему Иосифу. И там был колодец Яковлев. И Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. И Иисус говорит ей, дай мне пить, ибо ученики его отлучили с город купить пищу. Давайте начнем с самого главного, с воды. Итак, колодец. Представим себе, что он полон. Представим себе, что там есть живительная влага. И каждый, кто подходит к колодцу, он думает, что этой воды много. Ее на самом деле много, но только здесь. Но вот бережное отношение к воде, и именно это имеет в виду, когда он постоянно обращается к воде как к источнику жизни, как нигде проявилось именно здесь. Если мы посмотрим внимательно, как устроен этот колодец, то давайте себе представим ситуацию. Женщина или кто другой черпает воду из колодца, поднимает ведро и ставит его на вот эту площадку. Если внимательно посмотреть, то вокруг того места, где ставится ведро, есть бороздки. Вот слева и справа. А теперь представьте себе, что вы ставите сюда ведро, и, естественно, остаются какие-то капли этой воды, которые попадают в эти бороздки. Они стыкают обратно в колодец, чтобы ни одна капля драгоценной жидкости не могла пропасть. Иисус сидит, у него нечем почерпнуть, приходит женщина. И начинается другая проблема, не меньшая, потому что иудеи и самаряне не общаются. Более того, если иудеи направлялись из Галилеи в Иерусалим, самарянам запрещалось с ними говорить. Да и евреи были не очень охочи, потому что это было опасно. Евреи, которые шли на поклонение в Иерусалим, вызывали у самарян чувство соперничества. Но наоборот, евреи, которые поднимались из Иерусалима в Галилею, создавалась иллюзия, что они уходят от еврейских святых мест. И в таком случае им разрешалось общаться и с самарянами, и самаряне это делали тоже. Не скажу, что охотно, но они зарабатывали на этом какие-то деньги. Как, впрочем, и евреи пользовались услугами самарян. Поразительно, он просит у нее пить. Его ученики в это время отошли для того, чтобы купить пищу. Что еще раз говорит нам о том, что несмотря на отсутствие серьезного общения, тем не менее при походе из Иерусалима в Галилею, евреям разрешалось приобретать пищу у самарян. Были раввины другие, которые говорили, нельзя этого делать. И до сих пор в Талмуде сохранились разногласия по этому поводу. Но, тем не менее, Иисус придерживается какой-то конкретной одной школы, и он решает, что это можно сделать. Когда возвращаются ученики, их не столько и не только поразило, что он пьет у нее воду. Это было как бы само собой разумеющееся. Еврей и самарянин. Как то, что он общается, вообще говоря, с женщиной. Не просто с самарянином, с женщиной. Это уже переходило из категории религиозной в категорию этическую. И она всегда занимала главенствующее положение. Мы читаем с вами дальше. И женщина самарянская говорит ему, как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются. Мы знаем историю Самарии, когда лучшие были переселены сначала в Ассирию, ассирию позднее часть была обведена в Вавилон. Вместо них были приведены люди из других стран, с частью язычников в Десятиграде, которые там жили. В результате образовалась достаточно эклектичная структура или этнос, которая называется до сегодняшнего дня самарянами. И они обладают и определенным этносом, и определенной культурой, и определенной религией поклоняются Господу Богу в другом месте. У них есть так называемая самарянская тора или хумаш на иврите, но во многом очень сходны с иудеями. Разница состоит в том, что самаряне, как правило, никак не соотносятся с устными преданиями, они у них другого толка. Так или иначе, люди, которые оставались здесь, были не самые лучшие ремесленники, потому что лучших увели в плен на север, в Ассирию, потом в Ассирию. Здесь были люди троразрядной квалификации, смешавшись с другими местными людьми. Одни плохо рассказали, другие плохо поняли. Возникла некая соперничая с Иерусалимом религией, но претендующая на место Иерусалима. Отсюда были все эти споры. И она говорит, как ты, иудей, общаешься со мной? Иисус сказал ей в ответ, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе, дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Ну и дальше между ними происходит диалог. Как подчеркнуть, что подчеркнуть. Отец наш Яков пил, не пил эту воду. Суть сводится к тому, что Иисус говорит ей, узнавая, что у тебя было пять мужей. И, впрочем, тот, с которым ты сейчас живешь, вовсе тебе и не муж. Женщина говорит ему, Господи, вижу, что ты пророк. То есть ты не просто обыкновенный человек. Она не возносит его еще до уровня Мессии, но она признает в нем пророка. И проходит лишь некоторое время после того, когда она идет и извещает своим сородичам о том, кто такой Иисус, что он пророк. Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос? В чем суть? Существовала определенная иерархия в иудаизме. И человека проверяли как бы по функциям. Праведник, пророк, мессия. Иисус соответствовал первой и второй степени. Но когда она пошла в освидетельство того, что он сделал в ее жизни и рассказала своему народу, народ, зная ее и глядя на то, как она говорит и что она делает, верует, не непосредственно слушая Иисуса, а глядя на плоды его труда. Будь то самарянка, будь то еврейка, будь то китаянка, не имеет значения. Гораздо важнее, кто мы есть, чем то, что мы говорим. Иисус, который обращается к нам сегодня, опосредованно через плоды своего духовного труда. Он в состоянии привести к себе и язычника, и иудея. Это не имеет значения, каков язычник, самарянин или не самарянин. Он язычник, не поклоняющийся Господу Богу. И это не имеет значения, какой иудей религиозный или нет. Или он поклоняется Иисусу или нет. Что видят люди? Люди не слушают наши слова, если они не подкреплены нашими жизнями. Вот сам поход, то, как она говорила, то, что они наверняка увидели в ее жизни, изменил их жизнь. И они признают, что Иисус есть Христос, что Он есть помазанник. Но для того, чтобы принять Иисуса Христом, у нас в сердце или, по крайней мере, в голове должно быть понимание, что такое вообще Христос. У язычников во времена Иисуса Христа в Греции понятия Христос не существовало. И несмотря на то, что септуагинта была переведена на греческий язык, это было знаковое понятие, которое не имело ни малейшего смысла у греков. У евреев понятно было, что помазывали царя, помазывали пророка, и, естественно, помазанник, машуах, мишха, это слово, которое обозначает на еврейте мазь. Вы можете в любой аптеке сегодня спросить этой мази, и вам скажут, поймут обязательно, о чем идет речь. Но только для евреев понятие помазание имело отношение к чему-то священному, к чему-то святому. Так вот, для того, чтобы самаряне при всем своем язычестве могли понять, что он Христос в том смысле, в котором это понимали еврейские тексты, у них должна была быть предварительная культура или предварительное понимание о том, кто такой помазанник Божий. К чему я это все говорю? Сегодня очень много распространено в мире то, что называется агрессивной евангелизацией, или огромные кампании, когда проповедуются десяткам тысячам людей, иногда сотням тысячам людей на стадионе, и проповедуется Иисус Христос. И люди делают шаг вперед, или четыре шага вперед, или два назад, или встают, или падают, или поднимают руки, или говорят что-то вслух, или про себя. И на основании этого, без каких-либо свидетельств, они объявляются христианами, или, если хотите, новорожденными, или рожденными свыше верующими. На все есть Божья воля, и Господь Бог читает в сердцах. Но я глубочайшим образом убежден, для того, чтобы раскаяться в своих грехах, люди должны понимать, что такое грех. Для того, чтобы просить спасения, они должны знать, что такое спасение. Для того, чтобы веровать в Христа, они должны понимать, кто такой Христос. Без понимания этих базовых концепций, принятие так называемой веры, есть эмоциональная подвижка, эмоциональный шаг, сопряженный, может быть, с какой-то духовностью, но не более того. Поэтому я глубочайшим образом убежден, если мы идем и проповедуем Евангелие нашего Господа Иисуса Христа, параллельно с проповедью Евангелия мы должны объяснять людям, что же значат слова, которые мы так затаскали сегодня и которые мы употребляем, не удосуживаясь объяснить людям, о чем они говорят. Это переросло в нашу церковную или внутримессианскую, если хотите, терминологию, и мы хорошо понимаем внутри наши цеховые церковные дела, о чем идет речь. Но очень часто люди, с которыми мы общаемся, в лучшем случае скажут нам, мы не понимаем, в чем дело, а в худшем промолчат. В худшем примут Господа Иисуса Христа, не понимая, кто такой Иисус Христос. И в самом худшем будут думать о себе до конца своей жизни, что они приняли того, кого на самом деле так никогда и не узнали. Хотя я оптимист. Точно так же, как когда-то на этом месте женщина самарийская приняла Иисуса, ни сном, ни духом, не думая этим утром, что это произойдет в этой жизни или в этот день, Господь Бог развернул все на 180 градусов и сделал невозможное возможным. Более того, даже дав возможность уверовать всему ее вселению, что ни в коем случае не снимает с нас ответственностью, делать наше дело хорошо и искренне. Чего я вам всем искренне опять-таки желаю. Иисуса Марии, Михаил Цин, да благословит вас Господь Бог. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы – это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com Ищите нас в поисковых системах по запросу «ТВ-семинарии». Субтитры создавал DimaTorzok